Сегодняшний день на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем рождественский синопсис. И сегодня мы будем говорить о том, как Пресвятая Дева Мария пришла в дом праведной Елисаветы. И также мы сегодня будем говорить о рождении Иоанна Крестителя и о песне его отца Захарии, когда Дух Пророческий вернется к нему. И мы читаем. «Встав же Мария во дни сии», то есть сразу после Благовещения, «с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин». Святитель Амвросий Медиаланский видит в этом аллегорический смысл. После Благовещения Пресвятая Дева восходит в Нагорную страну, как бы заоблачных далей. Начинается ее восхождение к будущей небесной жизни. И она отправляется в город Иудин, там, где жили священники, были специальные поселения, даже целые города, где жили священнослужители, колено Левина. И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Мы уже с вами определились, что Пресвятая Дева Мария – начаток церкви. Она первая соединила в себе несоединимое и стала Христоносицею и Богородицей. Она первая, которая приняла Духа Святаго, исполнена силой Духа Святаго. Итак, она приветствует Елисавету. Но это не просто приветствие, обычное приветствие. Это движение благодати. Ведь она есть тело Христово. Тело формирует мать. Тело возникает в лоне матери, тело ребенка. Тело – это образ церкви, тело Христа. В этот момент она и скиния, и церковь. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, вот эти слова, что это могло быть за приветствие? Обычно это пожелание мира. И мы эти слова приветствия слышим за каждым богослужением. «Мир вам», – возглашают священнослужители. По-еврейски это звучит «шалом алейхем», «мир вам». Мир в самом широком смысле. И прежде всего мир духовный, который предполагает мир между Богом и человечеством. В те времена род человеческий находился во враждебных отношениях с Богом, в результате грехопадения. И символом этих враждебных отношений с Богом был огненный херувим с огненным, обращающимся мечом, который был поставлен у ворот рая, препятствуя людям войти. Этот херувим перестанет быть препятствием, когда воин римский ударом копья пронзит Бог распятого Христа и истекет кровь и вода. Вода – символ крещения, кровь – символ Евхаристии. Из этих двух таинств, двух таинств, рождается Церковь. Ибо кто не родится от воды Духа, не может войти в Царствие Божие. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве Я, и Елизавета исполнилась Святаго Духа. Вы слышите, Елизавета переживает свою Пятидесятницу, когда Пресвятая Дева Мария входит в ее дом и приветствует ее словами «Мир вам!». Дух Святой, а в данном случае, на чем настаивает Амвросий Медиаланский, входит в Елизавету. Потому что Богомладенец Иисус есть посредник между нами и Богом Отцом, единый ходатай, единый посредник. Только Его заслугами Дух Святой может войти в мир людей. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве Я, и Елизавета исполнилась Святаго Духа, Амвросий Медиаланский говорит. На самом деле это был диалог между Иисусом в очреве Марии и Иоанном Крестителем в очреве Елизаветы. Дева Мария исполнена благодатью, и Иоанн Креститель получает Духа Святаго раньше своей Матери, но сообщает ей эту полноту. Ибо плод и мать, носящая плод, единое целое, единое тело. И когда она исполнена Духа Святаго Елизавета, и происходит чудо, младенец в очреве Я, взыграл от радости и воскликнула громким голосом, и сказала, обращаясь к Деве Марии, «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего». Вот почему мы ее называем Богородицей. Она носит в своем теле Бога-человека Христа Иисуса, ибо в Иисусе Христе Божественное Человеческое в единой ипостаси. Христос и есть Бога-человек. Еретики представляли себе так, что она только Христоносица, в том смысле, что она носит только человека Христа. Но человек Христос неотделим от Богослова Логоса, и в нем Божественное Человеческое в одной ипостаси, поэтому она Богородица. «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего». И далее она произносит слова, которые нельзя произнести без помощи Духа Святаго. Она говорит, «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Новый Завет учит. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Елисавета и говорит Духом Святым. «И откуда это мне, что пришла ко мне Матерь Господа моего ко мне?» Вы слышите? Она – Матерь Господа, Дева Мария. Елисавета переживает этот момент. А Христос – это не только Сын Божий. Да, Он называется Сыном Божиим в Новом Завете. Но Он называется и Сыном Марии. В нем Божественное Человеческое в единую ипостаси. Далее она объясняет, Елисавета хочет объяснить происхождение этих слов. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моем». То есть младенец сыграл, благодать наполняет Елисавету. Она говорит Духом Святым, ибо никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И далее она восклицает. «И блаженно уверовшая, потому что совершится сказанное ей от Господа, уверовшая за тебя, за меня, за каждого человека, это Дева Мария, которая вступила в Завет, Новый Завет от нашего имени с Богом, когда она произносит слова «сероба Господня». Она говорит Богу «да» от рода человеческого, от лица каждого из нас. Она блаженна, потому что уверовала. И здесь Дух Святой проявляется через Пресвятую Деву Марию. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем». Слышите, братья-латиняне, Дева Мария называет своего Сына Спасителем. Как же вы говорите, что она непорочно зачата? Мы настаиваем на том, что она так же нуждалась во Христе, как и каждый любой человек нуждается в Нем. «Ибо зачата была обычным способом, хотя и предосвящена Духом Святым еще в очреве своей матери». Если она называет Христа Спасителем, это значит, она нуждалась в спасении. И это спасение пришло к ней. «И возрадовался Дух мой о Боге». Она исповедует его Богом. «Спасителем моем, что призрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Вы слышите? Все роды и поколения христиан будут ублажать эту уверовшую Деву из Назарета, ублажать, прославлять, исполнять гимны в ее честь, молитвенные гимны. И она это говорит в Духе Святом. И это ублажение уже началось, когда Елисавета, исполненная Духом Святаго, говорит, «Откуда мне? Какая честь, что Матерь Господа моего пришла ко мне?» И Дева Мария пророчествует, «Что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их». надменные помышлениями сердца их, это те, которые не верят в преснодевство при Святой Деве Марии, не поверят. Это те, которые не верят, не исповедуют ее, как Богородицу, значит, они бросают вызов тому, что во Христе божественное и человеческое в единую ипостась. Низложил сильных с престолов, сильные с престолов, это народ Божий, потомки Авраама, Исаака и Якова, но они проявили неверие, и, как апостол Павел пишет, отпали через неверие. «И вознес смиренных, смиренные – это язычники, которые не знали Бога, но смирились перед знаком креста Господня и покорились этой вере. Алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Алчущих, духовно голодных, алчущих и страждущих насытил Господь евхаристически эти языческие народы. А богатящихся, тех, которые пребывали в религиозном эгоизме, потомки Авраама, Исаака и Якова, думали, что мир сотворен только для них. Он отпустил их ни с чем. И вся их история – это история страдания. Но и их Господь вернет в лоно церкви. И мы об этом знаем, об этом писали отцы церкви. «Восприял Израиля отрока своего, вспоминув милость, то есть как бы услышал мольбу народа. Простой народ толпами ходил за Христом, простой еврейский народ, по три тысячи, по пять тысяч человек, и он насыщал их голод духовный и физический». Как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века, когда Аврааму было сказано, что в семени твоем благословятся все народы земли, вы слышите, братья и сестры, не один народ, а все народы земли, о семени говорится как об одном, имеется в виду один потомок Авраама по плоти – это Христос, в котором благословение для всех племен, народов, языков. Таким образом, христианство вырывает веру Израиля из узкого, мясничкового, замкнутого пространства и делает веру патриархов и пророков достоянием всей Экумены, Вселенной. Господь упрекал книжников-фарисеев, как собака на сене, которые сами не входят в Царствие Божие, и других не пускают. Это песнь Пресвятой Девы Марии, это песнь в Духе Святом, здесь все в Духе Святом, вот эти первые страницы Евангелия от Луки, мы видим Пятидесятницу этих людей, сначала Девы Марии, потом Иоанна Крестителя, потом его матери. Как бы диалог между одним младенцем в отчереве матери с другим младенцем в отчереве матери в Духе Святом. «Прибыла же Мария с нею, то есть со своей южницей, родственницей, около трех месяцев, и возвратилась в дом свой». Здесь мы видим, что люди древности были немножко другие. Сейчас, если к нам приходят наши родственники, южники, мы начинаем ждать, когда же они уйдут, и когда приближается вечер, мы уже начинаем намекать, что уже поздно, что надо ехать, а здесь она пришла и провела три месяца. В наше время, в которое мы живем, благодаря техническим приспособлениям возникает иллюзия общения. На это обращал внимание еще в свое время блаженной памяти отец Серафим Роуз, когда он писал «Телефон создает иллюзию общения. Когда ты берешь холодную ибонитовую трубку, и слышишь технически искаженный голос твоего родственника, а он слышит твой технически искаженный голос, например, ты разговариваешь с отцом или с матерью, потом ты целуешь эту холодную трубку, повесил, и ты как бы выполнил свой долг сыновства или братства или родства. А раньше, чтобы общаться продолжает развивать эту мысль отец Серафим Роуз, человек садился на телегу, из одного штата ехал в другой штат, затрачивал время, но это было настоящее общение, в этом был подвиг. А в мире технического прогресса везде иллюзия, иллюзия общения, иллюзия общности, но насколько мы стали более разобщенными в этот век технического прогресса. Человек выглядит как приставка к какому-то модулю, к какому-то порталу, и это нездоровая ситуация. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев, вот это настоящее, сходить в гости, и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. Ведь когда архангел приходит к Деве Марии, был шестой месяц у Елизаветы, почти три месяца Дева Мария пробыла у Елизаветы, это девятый месяц. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. Мы видим, что Иоанн Креститель рождается раньше Христа, потому что он предтече Господен. Он умрет раньше Христа. Он раньше Христа сойдет в ад и начнет там проповедовать. А вслед за ним Сын Божий человеческой душою сойдет в ад и облистает его сиянием божества. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней и радовались с нею. Я уже говорил, что если у людей не было детей, их подозревали в каких-то тайных грехах и наличие такой семьи бросало тень даже на соседей. И здесь все радуются вместе с Алисаветой и Захарием. Восьмой день пришли обрезать младенца, как и положено по закону Божию, и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала нет, а назвать его Иоанном. Почему она так говорит? Потому что она исполнена Духа Святаго, а Дух Святой научает и наставляет на всякую правду. Здесь не сказано, что ангел сказал ей назвать так. Об этом сказано только в случае Захарии ему ангел сказал да, назови его так. Но Дух Святой это больше, чем ангел. Это третье лицо Святой Троицы Бог, научающий и наставляющий нас на всякую правду. И сказали ей никого нету в родстве твоем, кто назывался бы с им именем. И спрашивали знаками у отца его, мы помним, что Захарий за свое сомнение пострадал, ангел наложил на него немоту. И Амвросий Медиаланский в этой немоте видит неспособность в Ветхозаветной Церкви принять логос Слова Христа, потому что немой не может услышать и повторить Слово. Он потому и немой, он потому и безгласный. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Ну, какими знаками можно спрашивать у человека, как назвать его ребенка. имеется ввиду то, что записывали что-то и показывали ему. Он со своей стороны тоже потребовал дочечку, на которой его спрашивали, он протянул руку, и написал Иоанн имя ему, и все удивились. Захарий узнал это имя от ангела, Елизавете это открыл Бог, Дух Святой, научающий и наставляющий нас. И тот час разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Некогда еврейский народ выйдет из состояния немоты, неспособности принять логослово Христа. И они прославят Христа. в день своего спасения. Когда Бог пошлет с неба двух пророков Илью и Еноха, Енох будет послан для всех народов мира, чтобы обличить зловерие Антихриста. Илья будет послан только к еврейскому народу. И инстинктивно еврейский народ чувствует, что это пришествие Ильи будет знаковым. И когда и сейчас они празднуют свой Песох, свою Пасху, они оставляют одно место пустым для пророка Ильи и ставят даже бокал с вином. Если он зайдет в их квартиру, в их дом, он сядет, возьмет это вино, скажет «Лехайм» и выпьет с ними. Это не просто так. Ожидание продолжается. Но говорить перед Богом может тот, кто принял логослово. На это обращает внимание Иустин, мученик, Иустин, философ, который настаивает о том, что сама возможность говорить проистекает от логоса слова, то есть от Христа. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Опять мы видим это название. Это была Нагорная страна. Все-таки священники жили немножко в отрыве от равнинного уровня, более приближенно к жизни небесной. Все слышавшие положили это на сердце своем, то есть было много свидетелей этому, и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним, и Захария, отец его, исполнился Святаго Духа, и пророчествовал, говоря, еще один человек исполняется Святаго Духа. Сначала Дева Мария, потом Иоанн Креститель, через него его Матерь Елисавета, теперь Захария, некогда молчавший, немой Захария, заговорил, то есть принял логос Слова Христа в свое сердце. И только по этой причине Дух Святой сошел на него. И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря, помните, друзья, Иоанн Креститель будет говорить о Христе, «Я крещу вас в воде, Он будет крестить вас в Духе Святом». В Духе Святом. Что это значит? Когда крестят в воде, погружают в воду. Когда крестят Духом Святым, это исполнение Духа Святаго, как будто погружают в Духа Святаго. И вот Христос еще не родился, Он еще не начал проповедь, но уже Дух Святой действует через Него, потому что Он есть Тот, Который крестит Духом Святым, погружает в мир Духа Святаго. Что пророчествует Захария, исполненный Духа Святаго? Он восклицает «Благословен Господь Бог Израилев». Это обычное молитвословие, обычная баруха, «что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Он понимает, что это новое посещение от Бога. Видите, он разумеет, тайну воплощения «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Это пророчество о Мессии, Мессиахе, Христе Иисусе. «Сотворить милость с отцами нашими». Что значит «сотворить милость с отцами»? «Пощадите их потомков, их детей», как Павел пишет о современных ему иудеях. «По отношению к благовествованию они враги ради вас», то есть ради уверовавших из язычников, но ради отцов возлюбленной Божьей. И враги возлюбленные ради отцов, то есть ради Авраама, Исаака, Иакова. А здесь Захарий в Духе Святом сотворит милость с отцами нашими, то есть помилует нас ради отцов. «И поменет святой завет свой, ибо единственный человек, который целиком исполнит весь закон, во всех его частях, включая жертвенный закон и закон уголовного наказания, это будет Христос, который понесет на себе все. Он будет и священником, который приносит жертву. Христос будет и самой этой жертвой, и он будет тем, кто принимает эту жертву. Клятву, которую клялся он Аврааму, Отцу нашему, дать нам, небоязненно по избавлению от руки врагов наших. Господь клялся, что все меня Авраама в одном из его потомков будет благословение всем народам земли. Служить ему в святости и в правде пред ним, пред ним как раз идет Иоанн Креститель, предтеча, во все дни жизни нашей, пока мы живы, мы преданно служим Христу. И здесь он радуется о своем сыне. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути его. Здесь Всевышним называется Христос. Это великое имя Бога. Он же называется Господом. А мы знаем, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, а прощение грехов даруется только в струях крови Сына Божия, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток. свыше. Здесь Христос представляется, как солнце, которое восходит с востока и движется на запад. Солнце просвещает, освещает, и Захария далее восклицает, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Это опять слова, обращенные ко Христу, а не о Христе. И этими словами кончается эта чудесная песня Захария, который будет умершлен между престолом и жертвенником, когда Ирод начнет искать младенца Иисуса. Он даст повеление избить всех младенцев от двух лет и ниже. И первым на подозрение будет как раз Иоанн Креститель. Ирод будет почти уверен, что вот это Христос, Мессия, о котором рассказали волхвы. И будут пытать Захарию, где твой сын. И будут гоняться за Елисаветой, узнать, где ее сын. Он будет первый на подозрение, ведь он предтеча. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израиля. По древнему преданию ангелы Божьи заботились о нем. В те времена ангелами называли жителей пустыни, есеев, о которых еврейский историк, живший в первом веке, Иосиф Лавий пишет, они ангелоподобный образ жизни ведут. Эта община вела аскетический образ жизни, и потом, когда Иоанн выходит на общественное служение, мы видим очень много сходного в его наставлениях, в его образе жизни, с тем, как жили эти ангелоподобные люди. Как и в нашей православной традиции, мы святых называем земными ангелами, небесными человеками. Итак, сегодня, исследуя рождественский синопсис, мы все ближе и ближе подходим к тайне Рождества Христова. это великое беспрекословие благочестия тайна, что Бог явился воплоти, как говорит апостол Павел. Будем живы, Господь позволит, мы продолжим следовать по пути рождественского синопсиса из разных мест Священного Писания, от разных евангелистов, исследовать предрождественские события и события самого Рождества Христова. Берегите себя. Спаси Господь. Субтитры создавал DimaTorzok